Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, уважаемые читатели, слушатели и зрители библейского интернет-портала экзегет.ру. Мы начинаем с вами изучение Евангелия от Иоанна. И с вами сегодня снова я, Солодков Андрей Иванович, преподаватель Николапереринской срединской семинарии Российского православного университета. Евангелие от Иоанна очень важная составляющая книга и благовестия в Священном Писании, так как оно дает о Христе, Боге, понятие не только, как прежние три Евангелия, которые называются синаптические, как о человеке, но в то же время касаясь его и божественной сущности, и Евангелист Иоанн на это делает особое внимание, сразу же начиная об этом говорить с первой главы своего благовестия. И если сказать только совсем несколько слов, то, что касается написания Евангелия от Иоанна, оно было составлено в конце первого века, в 96-98 году, Евангелистом Иоанном, как я уже сказал, было написано на острове Патмос, где Евангелист Иоанн отбывал ссылку, были гонения. Еще хочется сказать, что Евангелист Иоанн, в общем-то, единственный Евангелист, который умер своей смертью, все остальные закончили жизнь мученической кончиной. Итак, Евангелие от Иоанна, первая глава, с первого стиха сказано, «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Некоторые, когда читают Священное Писание, они думают, что это какая-то игра слов, или какая-то путаница. Это не совсем так. Дело в том, чтобы воспринять правильно божественное откровение, необходимо, как говорили прежние евангелисты, это евангелисты Матфея, Лука и Марк, покаяться. Что такое состояние покаяния? Многие это слово поднимают на смех и говорят, что «ну вот, у вас в церкви там все просто, вы там грешите и каетесь, и все легко». Таким людям я всегда предлагаю, если у нас все просто и легко, приходите, попробуйте. Но на самом деле скажу, что это не игра слов. Здесь имеется в виду, что евангелист Иоанн сразу хочет сказать всем его слушающим, что Христос не сотворен. И в этом смысле невозможно воспринять эту истину без покаяния. Покаяние — это перемена мировоззрения. Это не просто там что-то погрешили, пошалили, пришли, рассказали о своих грехах. Я как-то говорил об этом, может быть, снова-снова сегодня это повторить, что как один священник спрашивал у человека, пришедшего к нему, ты пришел поисповедаться или покаяться. Это разные вещи. В этом смысле нужно сказать, что евангелист Иоанн делает здесь упор на то, что говорит, что Христос был не сотворен. Снова повторю, необходима перемена мировоззрения. Например, книга «Бытия», первая книга Священного Писания, она говорит о том, что Бог является творцом этого мира. Мы так и читаем в первой книге «Бытия», «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь говорится, что Бог творит сначала небо и землю, и что православное понимание и восприятие этого мира разделяется, например, от других, скажем, таких религий языческих, где мир воспринимается как некий манизм, есть такое слово, то есть излияние из Божьей сущности всего мира, и из этого вытекает такое целое учение, которое называется таким вот словом, как пантеизм, то есть Бог становится все и во всем. Другими словами, если говорить проще, творение смешивается с творцом, и поэтому смысл многих языческих религий, она состоит в том, чтобы слиться в этом творце, то есть как капля растворяется в море, где, по сути, в общем-то, уничтожается личность, и к чему, в общем-то, некоторые языческие религии призывают к стиранию личности, как уже в этой жизни, так и в жизни будущего века, как они себе это представляют. Совсем другое отношение, это имеет прямое отношение к покаянию, совсем другое отношение у человека православного к миру, к Богу-творцу и к миру им сотворенному. Творение никогда не смешивается с творцом. Личность, как свободная личность, всегда останется личность, как в этой жизни, так и в жизни будущего века. И в этом смысле, когда евангелист Иоанн говорит о том, что то вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, он говорит, что слово — это Христос, который всегда был у Бога, и не сказано, заметьте, был с Богом, а был у Бога. Это означает, что он, как он дальше выразится, что он был внедресущим, то есть он по существу единосущен Отцу, как мы поем в символе веры, им же все стало, то есть им же все было и есть, и будет. А вот, например, здесь с этого первого стиха и в дальнейшем сразу начинается разговор о том, что евангелист Иоанна, его благовестие, о том, что Бог — это не просто Бог-Отец отдельно, Бог-Сын отдельно и Бог-Дух Святой отдельно, а говорится, что это три и все это в одном. Как это понять? Многие отцы церкви, например, как Василий Великий, прибегали к такому сравнению. Они говорили, посмотри на солнце, видишь солнце, оно круглое, оно означает Отца, он безначально, бесконечен. Видишь свет, который исходит от солнца, это Сын. О нем так в дальнейшем будет сказано, что он свет, и тьма не объяла его. И видишь ли, чувствуешь, что тепло, которое исходит от солнца, это Дух Святой. Все это одно, все это вместе, но все это три. И далее евангелист Иоанн так и продолжает. Оно было вначале у Бога, и все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть, здесь говорится, все, что мы видим в участии сотворения этого мира, принимает вся Святая Троица. Некоторые говорят, почему сказано через него? Если сказано через него, то уже можно сделать такой вывод, что Бог, может быть, использовал Сына Божия как некое орудие, как некий подсобный материал, или для того, чтобы, лучше даже сказать, как некое орудие для того, чтобы творить что-то из материала. Нет, это не совсем так. В Священном Писании, например, говорится о том, что Господь Иисус Христос говорит так, что никто не может прийти ко мне, как только если через Отца. Поэтому не можем сказать, что теперь уже Сын использует Отца как некое орудие для сотворения этого мира. Итак, например, Кирилл Александрийский, святитель, пишет по этому поводу о воплощении Сына Божия и участие Бога в сотворении всей Святой Троицы, в сотворении всего мира. Прежде чем зачитать, скажу, что отсюда, в общем-то, с этих слов евангелиста Анна начинается, ну, так, то, что называется в богословии, тринитарное богословие, что Отец, Сын и Дух Святой, они едины, и что они принимают в сотворении этого мира все три личности по сущности едины. Поэтому, если мы даже читаем, если чуть обратиться еще опять к книге Бытия, то мы видим, там сказано в первых словах «Берешит Барай Лагимут». Я говорил, снова повторю, что «Берешит» — это одно из имен Бога, которое указывает на множественное число. А если дословно перевести «Берешит», то будет дословно перевод такой. «Вначале сотворил Боги». И далее уже в книге Бытия, 1 глава, 26 стих, мы видим такие слова. Когда заканчивается творение этого мира, то Господь говорит о том, что Троица говорит о том, что сотворим человека по образу и подобию нашему. И далее в книге Бытия, 18 главе, мы встречаем, когда к Аврааму являются три ангела, это прообраз Святой Троицы, это то, что мы видим на иконе Андрея Рублева, это как раз то, где там обращается Авраам к одному, он говорит, «Господи, видя трех, обращается к одному». Итак, Кирилл Александрийский пишет по этому поводу следующую, о необходимости воплощения Сына Божия и у Боги Троицы, единстве Боги Троицы. Цитата. В непостижимом единстве Троицы, у которой все дела и советы совершенно общие, восстановление рода человеческого принял на себя, собственно, Сын, чтобы тот же самый, кем все стало, кем все было, и без кого ничто не может быть, что начало быть, кто созданного из перстей земного человека одушевил, в дуновением разумной жизни тот же самый и восстановил падшую природу, вия прежние достоинства, и чего был создателем, того же явился и возсоздателем. Конец цитаты. То есть, зачем Христос приходит в этот мир? Сын, Кирилл Александрийский отвечает на этот вопрос. Дело в том, что мы знаем о том, что род человеческий отпал в лице Адама и Ева от Бога. И вся история Ветхого Завета до тех пока, как скажет, до того времени, как скажет об этом апостол Павел, когда явилась вся полнота времени, тогда Бог послал Сына Своего Единородного, весь народ подготавливался к принятию Христа. Проповедь пророков, жизнь пророков, ветхозаветных патриархов, она как бы звучала в том языческом мире, который его окружал, и сдерживала народ израильский от поклонения иным богам в поклонение Богу Единому. И в этом смысле здесь нужно сказать, что та благая весть, которая была дана первым людям, отпавшим от Бога, и вражду положу между тобой женой, мир семенем твоим, семенем ее, она будет поражать тебя в голод, и будет жалить ее в пяту. То есть это приговор в книге Бытия 3.15, который предотвращал дьяволу, что дьявол будет поражен в голову, что будет непорочное зачатие, потому как уже ныне от семени, если подробно рассмотреть этот текст. Эта благая весть уже прозвучала тогда. И вот сейчас то, что описывает евангелист Иоанн, это свершилось, это произошло. Бог приходит для того, который сотворил человека, сотворил этот окружающий мир, сотворил тот мир, видимый и невидимый, приходит для того, чтобы воссоздать, как выражается святитель Кирилл Иерусалимский, воссоздать человека, отпадшего от Бога. Он становится сам человеком, умоляет себя, как говорит апостол Павел, дабы возвести человека кто, к чему Бог предназначил его. Мы знаем, что человек был сотворен по образу и подобию Божию, но в человеке, среди совпадения от Бога, исказился этот образ и подобие. И вот Христос приходит его восстановить в самом себе. Это благая весть, которую, снова повторюсь, с чего я начал, невозможно воспринять без покаяния, а покаяния в переменном мировоззрении. В чем стоит перемен мировоззрение? То, что Бог является творцом этого мира, что у Бога есть план по отношению к человеку, то есть есть определенный замысел, промысел его, чтобы человек стал подобен Богу, уподобился Богу. И человек должен был своим уподоблением привести весь тварный мир к этому благостному состоянию, к этому счастливому состоянию единения с Богом. Но человек отпал, отпала и природа. В природе появились деградации, мутация законов, те, которые изначально Бог задумал о ней. И в этом смысле до определенного момента Бог ждал, и теперь Он присылает Сына Своего Единородного, дабы возвести человека в то прежнее состояние, от которого он отпал. И надо здесь сказать так, что весь смысл жизни православного человека это обожение, теозис, то есть соединиться с Богом-творцом, соединиться, не растворяясь в нем, оставаясь свободной личностью, оставаясь человеком, соединиться так, как, дальше есть халкидонское определение, то о том, как Христос соединился с человеком, не слияно, не разлучно, неизменно, не раздельно. То есть не смешалось и в человек, и Бог, не смешалось в нем и божественное человечество, точно так же Бог и возводит человека. И далее мы с вами читаем, в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Мы видим, что сказано, в нем была жизнь. Мы не имеем жизни в самих себе. Дальше в Евангелии так и будет сказано, что Христос имел жизнь в самом себе. У нас нет такого состояния. Мы получаем эту жизнь, получаем ее от Бога. Но Христос имел жизнь в самом себе. Это опять говорит о божественной сущности Христа. Это было очень важно во времена евангелисты Иоанна делать на этом некий такой акцент, потому как появились в то время уже еретики, которые утверждали о том, что Христос, одни говорили, он был призрачный, другие говорили, что это выдумка, третьи говорили, что он не совсем умер, а был какой-то обморок на кресте, его сняли благополучно, четвертые говорили о том, что в нем не воссоединилось все, и он только принял плод человеческую, но другие говорили, что в нем была только воля Божия, например, монофизита, но не было человеческой. Если что-то Христос не соединил с человеком, значит, что-то не осветилось с Богом, значит, что-то может быть не восстановлено. Христос стал и Богом, и человеком в полном смысле этого слова. Если чего-то он не взял в себя человеческое, был подобен нам во всем, кроме греха, но если он что-то не взял в себя в человеческое, значит, что-то он не осветил своим божеством. И мы читаем далее. «И был человек посланный от Бога, имя ему Иоанн». Мы видим, что в 6 стихе уже сказано о том, что был человек посланный, то есть о Иоанне Крестителе говорится о том, что он был человек. Совсем другое, иначе мы увидели в 5 стихах, говорится о Боге. «Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него». Видимо, опять же, что он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, то есть о Христе. Он не был свет. Смотрите, как подчеркивает евангелист Иоанн, что он не был свет. То есть он не был свет нетварный, он не был Христос. Но кем он был? Он был послан, чтобы засвидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Эти слова мы часто слышим на православном богослужении. Свет, что Господь просвещает всякого человека, приходящего в мир. И мир был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Видим, почему не познал мир? Снова повторю. То, с чего я начал с самого начала. Покаяние, только оно, то есть перемена мировоззрения, понимание того, что Бог, Творец и Промыслитель мира, только оно способно, если человек действительно скажет, да, Господи, я вот хочу понять благую весть, о чем здесь вообще речь. Здесь необходима перемена ума. Если этого не произойдет, все это будет, как выражается в простой пословице, как об стенку горох. Итак, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. Удивительный укор народу иудейскому, народу израильскому, которому действительно была дана вся полнота пророчеств. Посмотрите, пророк Исаия, посмотрите, Псалма Давида, что там даже и более древние книги, и даже и пятикнижи Моисея, где уже говорится о Христе, что он был пророк, которого не было никогда, и он послан в мир. Но сказано, пришел к своим, и свои его не приняли. Почему? Гордость — это порок и мать всех грехов. Именно она мешает человеку воспринять Бога, как он есть. Человеческие предрассудки, которые порождаются этой матерью горделием состоянием и тщеславием. Поэтому пришел к своим, и свои его не приняли. Настолько замкнулись в самих себе, мы в дальнейшем увидим, когда произойдет встреча фарисеев, этой партии гордецов, которая встретилась тогда с Иоанном Крестителем. И далее мы читаем, «А тем, которые приняли его верующим во имя, его дал власть быть чадами Божьими». Видим опять, говорится не то, что они приняли от него власть, а дал власть. Дал власть может быть только тот, кто является хозяином этой власти. Быть чадами Божьими — значит быть детьми Божьими. Он, Христос, был Богом по сущности, мы, дети Божьи, по благодати. И Христос дает нам эту благодать. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Что означают эти слова? Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Что означают слова «от крови»? Действительно, и от хотения плоти, и от хотения мужа. В Ветхом Завете мы знаем историю о семье Авраама и Сары. Сказано о том, что Саре было сказано, что она родит тогда, когда у ней, в общем-то, сам уже период, когда женщина может рождать человека в этот мир, уже прекратился. То есть от крови. Уже не было у него того состояния, где бы она могла воспринять и то, что называется зачать человека и родить его в этот мир. Но Бог сотворил это чудо. Но здесь говорит, что не от хотения мужа. Да, Авраам хотел ребенка, но ничего не получалось, пока Бог не благословил. И далее говорится, не от хотения мужа, не от крови, не от плоти. Мы знаем, например, что Анна, святая ветхозаветная праведница, она просила, чтобы у нее родился сын, и у него родился пророк Самуил. Здесь было ее желание, ее хотение. Но здесь он говорит совсем о другом рождении. Видите, как это интересно сказано. Тем, которые приняли его верующим во имя его, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. То есть это рождение духовное. Мы с вами встретимся еще об этом более подробно, когда будем рассматривать третью главу Евангелия Таана, где приходит Нихкадим ко Христу. И Христос ему старается сказать, что тебе принять благодать Божию, принять Христа как Спасителя, необходимо возродиться свыше. А он не может понять, он у него там начнет спрашивать, что означает, что мне опять надо зайти в утроб матери и снова родиться. То есть он понимает это плотски. Для того, чтобы разуметь многие вещи, Священное Писание, Благое Вести Духовное, необходимо самому покаяться и воспринять духовное состояние. Потому как есть такой принцип обычный. Подобное познается подобным. Духовное познается духовным. Плотское познается плотским. Поэтому как у человека ум настроен, то о том он и думает, то он и может воспринять. А духовное воспринять ему бывает сложно. И далее мы видим 14 стих. «И слово стало плоти, обитало с нами, полной благодати и истинной. Мы видим славу его, как единородного, от отца». Здесь уже напрямую Евангелистан говорит, единородного от отца, Иоанн свидетельствовал. То есть единородный Богу, Отцу. Это слово говорит о том, что, ну, например, единосущный, единородный Сын Божий, например, мы с вами вот люди, и поэтому все единого рода. Мы не можем сказать, что с нами животные, например, или насекомые, тоже единородны нам. У них своя единородность, то есть насекомые, у животных своя единородность, у животных, а единородность у человеков человеческая. Так и здесь говорится, что он был единороден Отцу, он был, по сути, как и в дальнейшем будет сказано в символе веры, единосущен Отцу. Иоанн свидетельствовал о нем. Да, и слово стало плотью. Теперь мы видим, что вот это важный тоже очень стих, 14 стих, сказано о том, что и слово стало плотью. Раньше мы видели и было, вначале было слово, то есть оно было всегда, оно было у Бога, и оно было Бог, а теперь говорится, что стало плотью. То есть речь идет о том, что когда Христос не родился от непорочного зачатия, от честнейшей Херувима, славнейшей Бессравнений Серафима, от Пресвятой Богородицы, его не было. Вот теперь снова слово стало плотью. Видим, что здесь разделяется это понятие, что было тогда, что Христос был всегда, а теперь он стал Бога-человек. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что он был прежде меня». А о чем здесь речь? Дело в том, что действительно, если смотреть по возрасту, мы знаем, что Иоанн был рожден от Елисаветы, то он был на полгода, в общем-то, если так уж по-человечески говорить, на полгода старше Христа, и поэтому он так мог выразиться. Но, с другой стороны, здесь он говорит о превосходстве Христа, что он всего лишь, в общем-то, свидетельствует о нем, но не является сам тем предтечей Мессии, который ожидает весь народ. И далее 16 стих. «И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать». Что это означает, что от полноты все мы приняли благодать на благодать? Какая-то двойная благодать. Дело в том, что здесь говорится о ветхозаветном благодати, ветхозаветное человечество тоже получало благодать от Бога, но которые надеялись на исполнение закона. А благодать на благодать — это благодать уже нового завета. Поэтому в этом смысле как бы на взор обращается к тому, что ветхий завет, как, например, бредили об этом Маркиане, это была целая ересь, которые говорили о том, что ветхий завет якобы это какая-то книга злого Бога, и он уже отменен, это не так. То есть как там была благодать, но люди больше уповали на закон, и Бог показал, что своим делам человек не может обрести спасение. Теперь благодать пришла по вере во Христа. Те, кто надеялся, уповал на закон и видел в нем мессию Христа, поэтому он получает ту благодать ветхозаветную, благодать теперь уже завета нового. «Ибо закон дал через Моисея, как он подтверждает здесь, благодать же и истины произошли через Иисуса Христа». «Бога не видел никто никогда, единородный сын сущий в недре отчим он явил». Видим, что говорят, что Бога не видел никто никогда. Некоторые скажут, ну как это никто никогда не видел Бога? Мы, например, с вами помним, что и Моисей сказано видел Бога, и местостояние Бога, и облако являлось, и пророк Исаий, например, говорит, что я видел Бога. Но здесь евангелисты, он уточняет, смотрите, как он говорит, что никто не видел Бога, единородный сын сущий. Видите, он употребляет это к нему, этот титул, если так хотите, сущий, то есть это новое слово. «В недре отчим он явил», то есть он знал его по сущности. Никто не может познать Бога по сущности. Мы познаем Бога только по благодати, то есть то, что нам открывается. Но сущность Божию, как таковую, знает только единородный сын. И здесь этот стих снова указывает на божественность Иисуса Христа. И далее в 19 стихе сказано, и вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Юрусалима священников и левитов спросить его, «Кто ты?» Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его, «Кто же ты, Илья?» Он сказал, «Нет». Пророк? Он отвечает, «Нет». Интересно, почему здесь вдруг мы знаем, что Иоанн, он был пророк, у него пророческое служение, почему здесь вдруг у него спрашивают напрямую, «Ты ли Христос?» Ну, понятно, он говорит «Нет». Но когда у него спрашивают, «Ты ли пророк?», он говорит «Нет». Дело в том, что здесь иудеи, они делают такой акцент, как пишет, например, об этом блаженный филакт болгарский, святой, блаженный, да. Он говорит так, что они у него спрашивают, «Ты ли тот пророк, о котором было предсказано в 18 главе книги Второзакония?» Там сказано, что «Восставит вам Бог пророка такого, как того не было никогда». То есть там было указание на Мессию. И поэтому он понимал цитату, которую они ему приводят. Он говорит «Нет, я не тот пророк. Это пророческое служение исполняется во Христе, но не во мне». То есть они ему снова говорили «Тот ли пророк, о котором пророчествовал Моисей?» Только в этом смысле. И далее сказали ему «Кто же ты, чтобы нам дать ответ, пославшим нас, что ты скажешь о себе самом?» Приходит такая целая делегация официальная и начинает так пытать и даже в некой смысле, даже как бы стращать Иоанна, кто ты, почему ты крестишь, кто дал тебе на это право. И тогда Иоанн отвечает в 23 стихе, он сказал «Я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланы были из фарисеев, и они спросили его «Кто же ты, кто же ты крестишь, если ты не Христос, не Илья, не пророк?» То есть они начинают его как бы обличать, какое ты имеешь право. Он сказал им в ответ «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». То есть мы видим здесь Иоанн Креститель, Евангелист Иоанн, Иоанн Креститель говорит о том, которого вы не знаете. Иоанн сказал им в ответ «Я крещу вас в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете». Что значит «стоит среди вас»? Ну, например, свидетель Иоанн Златоуст пишет по этому поводу, что действительно они читали Священное Писание, действительно Христос даже как бы Мессии, то есть ожидания Мессии пребывали в сердце фарисеев, но настолько они делали это невнимательно и в своем гордливом состоянии, что, как об этом было сказано раньше, пришел к своим и свои его не приняли. Это нам такое предостережение, что не всегда искренность веры сердца достаточна для того, чтобы воспринимать Христа так, как он есть. Иногда необходимо, как об этом Христос скажет в дальнейшем, исследовать Писание, и будет через них думать, иметь жизнь вечную, а не свидетельствует о мне. Это сказано именно в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Далее мы Христос, здесь мы видим, что Иоанн Креститель указывает на Христа, что он и я не достоин развязать ремень у обуви его, он говорит о его достоинстве. И далее 28 стих, это происходило в эфире при Ордане, где крестил Иоанн, и на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, говорит, вот агнец Божий, теперь он уже всем свидетельствует то пророчество, которое он изрек, пророчество Исаии, теперь он указывает уже на самого Христа. То есть сначала он говорит, для чего он пришел, чтобы все приготовили путь сердца своего для приятия Христа, для этого необходим покаяние, перемены мировоззрения. Теперь он уже указывает на него, сейс, который, я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. То, о чем мы с вами уже говорили. И далее говорит, я не знал его. Некоторые спрашивают, как же он говорит, что я не знал его. Но необходимо читать в контексте, и дальше мы увидим, к чему относятся эти слова. Но для того пришел крестить в воде, продолжает Иоанн Креститель, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, я видел Духа, сходящего с неба, как голубя и пребывающего на нем. И снова, видите, в 33 стихе повторяются эти слова. Я не знал его. Но пославший меня крестить в воде, сказал мне, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. То есть, он говорит, что я не знал его, пока это не было мне открыто в полноте. Я исполнял те слова, которые были мне открыты в пустыне. Мы знаем, что Иоанн Креститель, он был пустынно-житель, был аскет, и поэтому засвидетельствовал, что ему было сказано Богом, что на кого увидишь сходящего Духа Святого, тот и есть Мессия. И поэтому он говорит, я не знал его до этого момента, пока уже не убедился в этом сам, и пока не убедился в исполнении этого откровения, которое дано было мне. И я видел, говорит, и засвидетельствовал, что сей я Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое его учеников, и, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Теперь он уже свидетельствует своим ученикам. Услышав от нее сии слова, сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившийся и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно, они сказали, муравьи, что значит учитель, где живешь, говорит им, пойдите и увидите. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около десятого часа. Интересно, что первое призвание, как мы видим, имена этих учеников в дальнейшем и названы, Андрей, и имя второго ученика не названо. И все думают, что потом Андрей идет за Симоном, но многие толкователи, в частности, Иоанн Златоуст и Василий Великий, тоже об этом говорит Блаженный Феофилак Болгарский. Они говорят, что имя этого ученика, это как раз был Иоанн, которого любил Христос, то есть евангелист Иоанн, который является автором этого Евангелия. И далее мы видим, что, интересно, есть такое упоминание, было около десятого часа. Зачем нам тут время упоминается? Все мы знаем и все мы стремимся, что знаем, что в вечности времени будет, вдруг такой высокий Евангелий, возбужденный слог, и зачем тут упоминается, что время десятый час? Вот, например, Григорий Низкий, кстати, об этом пишет. Он говорит так, что это показывается нам и для наставления многим пастырем, чтобы мы, когда общались с людьми, не наблюдали времени, когда говорим о вечности и не говорили о том, что мы сейчас заняты, приходите в следующий раз. То есть говорится о том, что сам Христос уделял столько времени людям, что, невзирая на поздний какой-то час или на продолжительность времени разговора с людьми, никогда не отвращался от своего такого пастырского служения, на которое он указывает, в общем-то, пастырем его, скажем, наследие, которое он оставит после себя апостолом и учеником, и тому духовенству и священству, которое есть сегодня как наследие Христова. Итак, именно поэтому. Один, далее 40-й стих, один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе, и последующий за ним был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, «Мы нашли Мессии, что значит Христос». Удивительная такая забота апостола Андрея в своем брате. Мы видим, что он исполняет ту заповедь, о которой, в общем-то, апостол Павел говорит, кто особенно о своих, а домашних не печется, тот хуже неверного, отрекся от веры. Мы видим, что он делает впервые-наперво. Он находит своего брата и с таким воодушевлением, «Мы нашли, вот, Мессия, Христос, то есть помазанник, тот самый». Мы сразу понимаем, чем занимались эти люди, если эта весть была, как мы видим, что Симон все оставил и последовал за Андреем. Они занимались изучением, чтением Священного Писания и ждали, что в этот мир придет Спаситель мира. В общем-то, это указание для нас, чем и нам, православным христианам, надо бы заниматься в этом мире. Не занимаясь разными, то, что сегодня, кто, что, чего только не ищет. Просто само слово, люди ищут удовольствие, то есть волю каким-то своим удом, и ищут разные влечения, слово, которое «развлечение». Как бы нам, так с нами не произошло, что то грозное предсережение, которое звучало иудеям, пришел к своим, и свои его не приняли. В символе веры мы знаем, что мы с вами поем, что мы ждем Христа и второго пришествия, и паки грядущего со славой, судите живым мертвым, и его царство не будет конца. Чем мы занимаемся, как мы готовим свое сердце к приятию Христа, который придет, и это событие никто, в общем-то, не отменит и не отменял. И мы видим, что Иоанн, Андрей и Симон, они ждали Христа, и он первый находит брата, такую любовь он проявляет к своему брату, да, это очень важно, нам с вами понимать, наши отношения с нашими близкими, с братьями, с сестрами. И привел его к Иисусу же. Иисус же взглянул на него, 42 стих, и сказал, «Ты, Симон, сын Иоанн, ты наречешься Кифу, что значит камень». Почему здесь есть перемена имени Петра, о чем речь? Мы в Ветхом Завете знаем о том, что когда Господь видел духовную перемену в наших прародителях, например, ну, скажем, в тех же, в Аврааме он говорил, «Ты теперь будешь не Авраам, а Авраам», то есть не Сара, а Сара. Также Иаков в определенный момент Богом называется Израилем. Это обычное дело, и мы знаем, что сегодня, например, в церкви, когда человек принимает монашество, его тоже меняется имя, да, бы человек, и говорится, человеку такое дается, как некое напутствие того, что с переменной твоего образа жизни меняются тебе в жизни все, и ты полностью посвящаешь себя Богу, поэтому тебе дождается и другое имя. Здесь Христос, будучи сердцевицем, он тоже видел в Симоне, в Петре это желание и преданность Богу, и поэтому он дает ему новое имя. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, находит Филиппа и говорит ему, «Иди за мной». Филипп же был из Вевсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанайла и говорит ему, «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророках Иисуса, сына Иосифа, из Назарета». Но Нафанайл сказал ему, «Из Назарета может ли что-либо быть доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанайла, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанайл говорит ему, «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ, «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был подсмакованницей, я видел тебя». Нафанайл отвечал ему, «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ, «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя подсмакованницей, видишь больше всего». И говорит ему, «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстием и ангелов Божьим, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Интересная такая картина. Мы видим, что теперь они идут уже за Филиппом. Филипп тоже идет за своим, да, за Нафанайлом. Он находит его, любящего чтение Слова Божия. И тот, вроде бы, он ему говорит благую весть, но он пререкается с ним. Он говорит, из Назарета может ли быть что-либо доброго. Это, наоборот, указывает, что, на самом деле, Нафанайл очень тщательно изучал Священное Писание. Потому что сказано, действительно, в Священном Писании, что Христос придет из Вифлеема. Но здесь он говорит, что вот Мессия в Назарете. Поэтому Назарет считался таким городом бедным, где, в общем-то, жили не совсем благополучные люди. Но это как раз говорит, наоборот, о достоинстве Нафанайла. И вот интересные слова, которые для многих являются загадкой. Почему он вдруг так восклицает? Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев, Ты Учитель, Рави. Дело в том, что многие толкователи, в том числе и Анзлатауст, говорят о том, что Христос рассказал ему о том пререкании, которое он сказал, что здесь у нас говорится вкратце, может ли быть, из Назарета, что бы доброе. Все ему в точности происсказал весь разговор, который был с Филиппом. И тогда он понял, что перед ним не просто человек, а который знает все, и помышление сердца, и человеческие судьбы и ситуации. И первая глава заканчивается 51 стихом, где, в общем-то, тоже интереснейший такой высказанный, что Христос говорит, отныне будет видеть небо отверстом ангелов Божих, восходящих и нисходящих Сына, тот человеческий. Мы с вами можем сказать, мы не видим никаких ангелов, сходят и не сходят. Но скажу вам то, что не видит тот, кто не соприкасается к строкам Священного Писания, Божественного Откровения. Не видит тот, кто не приносит покаяния, Господу не меняет свое мировоззрение. Видеть ангелов, значит, прилепляться своим умом к Богу, прилепляться к своим умам, к Слову Божию, к таинствам церковным. И нисходящих и исходящих, ну, в Священном Писании, например, в книге Бытия, мы часто встречаем это словосочетание. Сказано, например, об Аврааме, что он когда-то снисходил в Египет, потом сказано о том, что он вышел из Египта. Другими словами, если так подвести некий такой итог первой главы и закончить объяснение этого стиха, надо сказать следующее, что нисходящих и исходящих ангелов, тех, некоторые отцы прибегают к аллегорическому истолкованию, те люди, которые помнят о снисхождении в ад, они будут всегда помнить о том, как мысли вознестись к горе, то есть к Богу, к престолу Господа Иисуса Христа. То, о чем, в общем-то, говорят отцы церкви, призываю всех нас к перемену мировоззрения, помни о смерти и вовек не согрешишь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok